А давай еще знаешь, что сделаем? Давай тренировку сделаем. Нам все равно, какого персонажа выводить. Но так как мы в Белоруссии и российские персонажи, нам не очень интересно, да? Мы не хотим привлекать их внимание. Давай мы возьмем американский персонаж. Вот, тем более старый. Вот был у них такой Обама, да? Пригласи его душу сюда и просто прочувствуй, что за человек был вообще, какими личностными характеристиками обладал, как он относился к Америке. Например, любил ли он ее или не любил, гордился ли он тем, что он темнокожий или не гордился и так далее. То есть давай по личности пройдем. Как ты его чувствуешь по эмпатии? На словах, когда спрашивала, любил он Америку или нет, мне хочется сказать, что он себя любил, что он смог стать президентом Америки. Да, он красавчик такой. Красавчик, да. Такая очень. Лицемерная достаточно. Я вот вообще на него смотрю, у меня так его не хочется в него входить, прям отторжение. Причем это как будто идет на уровне инстинктов каких-то. Угу. Ну, поиграться-то можно, конечно. А посмотри, что вызывает это отторжение. Можно идти по технике притвориться им тогда, а можно одеть голову и руки. Не, не надо. Остальное не одевать. А голову и руки неприятно. Значит, не одевай голову и руки, просто притворись, что ты... Нет, я его чувствую так, настроение, хорошо. Да, 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 просто на расстоянии. Нет. Почему-то слово идет предательство и переворот. Угу. Ну, не скажу, что это такие вещи прям мирового масштаба, да, это было что-то... Личное. Американское. Вот так это назвала. Или от жены. Ой, там как будто контракт, в принципе, есть просто. Контрактные такие связи. Уважительные, кстати, похожи. Достаточно уважительные отношения. Но они просто идут по такой... единая дорожкой, вот рука за руку, да, ну, говорить о том, что там какая-то любовь, нет, там уважение. Угу. Уважение и причем... Все равно выгодные. Да, да. Контракт. Контракт, я же так и сказала сразу. Угу. Контракт. Такое. Угу. Нормально, вроде вместе, а при этом не мешает друг другу. Ну, и страха, кстати, там чуть-чуть есть еще какой-то. Страх есть, да. Угу. Такое чувство, что-то дизайнерское идет. Любви как таковой я, да, нет. Если она в политика в принципе, поэтому я не буду говорить. Угу. Что-то очень, оно, знаешь, как будто тянется очень глубоко. Вот я пытаюсь на сферы жизни, да, как будто что-то из прошлого прилетело, и оно отрабатывает. Но я начинаю по прошлому брать, оно не тянется, тянется куда-то глубже. Угу. Такое чувство, что это действительно из прошлого какой-то керамический опыт, который вот на этом ресурсе он смог достичь таких высот. Угу. На именно ресурсе травматики прошлой жизни, потому что там что-то было очень тяжелое. Угу. И. Ну, Наташа, тут игры, ну, они закулисные. Я не хочу в них влазить, правда не хочу. Угу. Угу. Там было много чего, похоже. Такого, что касаемо... дойти до этой власти раз, это один путь. Угу. Команда единомышленников, команда единомышленников, скажем так. Вот если так, видите, как бы, то он в центре стоит, и где-то около пять человек его окружают, еще каких-то в черном. Угу. 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 Кстати, жена не там, не в нем, не в этом круге. Угу. 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 Насколько его действия принесли пользу Америке и американцам. Он работал нею, а не на себя или третьих лиц. Угу. Угу. По всема совести внутри? Угу. Сейчас. Угу. Отсутствует. Все нормально. Совесть в плане. СМС-ссе называют. Отработанный чувак, друг в acquisOmb Осмонавте. Ахахахаха – там других не берут в космонавтах. Да. Когда, да – когда речь идет ом… интересе, касаемо материальном интересе, там, совести нет. Угу. Что касается самих людей, им нужен был этот урок. Там, в принципе, гармонично он туда вписался, пришел. Что касается общей энергетической, он туда гармонично вписался. Прямо аж его туда притянуло. Достаточно легко, между прочим, похоже. Что касается, насколько он работал, там свои интересы были, там свои игры были. Ну, причем игры, которые, знаешь, не его лично, не он один в них участвовал. Там команда, которая, такое чувство, как будто собралась команда, да. Но причем, каждая играет вроде в этой команде, но при этом, вот как в футболе, чемпионат мира собирается, они играют в одной команде. А при этом они каждая с разной команды, да, с разных, там же, ну, там, страны одной, но с разных стран. Вот здесь примерно такое же было. Вроде это команда, но каждая свои интересы. И причем, каждая, похоже, такое ощущение, что они подостигали этих интересов, которые преследовали. В той или иной мере они были достигнуты. Именно личные интересы? Ну, личные, сразу вот эта вот команда, как будто тянется просто вот в Европу ниточки, еще куда-то ниточки. Если это можно назвать личные интересы, ну, пусть личные интересы. Там не он один играл, там играла команда, которая была, связь держала с остальным миром. То есть, по сути дела, командный игрок. Подожди, так если ниточки тянутся, то вот сейчас тогда в США точно так же будут ниточки тянутся на все страны, точно так же команда будет играть? А, нет. Это просто игра на другом уровне? Вот прям, знаешь, частоты аж поднялись. У теперешнего президента, у него свои, замуты в голове вообще жесткие. Но они более ржачные, хочется почему-то так сказать. Вот прям аж веселее стало. Вот я видела, смотрела на этом уровне, он стоит вот примерно на этом уровне. Игры свои ведутся, но он больше ими правит, скажем так. Он больше курирует вот этой всей ситуацией. Такое чувство, как будто люди, которые там были в предыдущем, они немножко притихли. Они чего-то ждут, видимо, какого-то развития событий, либо же ждут, пока его сместят. Потому что тут обозначена позиция, кто глава такого чувства. Что-то мне это напоминает. Ну да. Ну, когда ты живешь в Беларуси, конечно, это что-то напоминает. Американцы вдруг получили кусочек Беларуси. Просто почувствовать, прикоснуться. Что-то не мои слова. Причем чувствовать юмора, забить, прикоснуться. Да. Так, кстати, реально на позитиве как-то. Ну, неплохие частоты он поднимет. Что-то, ну, произойдут какие-то изменения. Но ниточки тянутся, но уже он разбрасывает не кто-то левый, а он разбрасывает сам. И это как будто, знаешь, на таком более официальном уровне происходит. Вот такого плана. То есть, ну, ниточки бросаются, да. Оно все равно свежее есть в любом случае. А посмотри, пожалуйста, ему грозит импичмент вообще или нет? Вот у них там сейчас какой-то кризис. Я вчера открыла, и там написано, что он там какой-то кризис не может даже деньгами урегулировать. Я так и не поняла, какой у них кризис. По-моему, сегодня кризис во всем мире, кроме США. Да, но говорят и у них тоже. Во всяком случае смеха. Слушай, такое чувство, что да. Что его могут сместить, да? Угу. Причем придет какой-то на... Ну, не придет, как исполняющий обязанности, да? Угу. Блин, там какая-то Будзамута прикольная. Исполняющий обязанности. Вот такое чувство, как будто он отыграет свои какие-то игры, да? Угу. И потом вернут от этого президента. Может быть такое? Ну, не знаю, наверное. Наверное, когда импичмент, вряд ли. В России могло быть... Ха-ха-ха-ха. А не по российскому сценарию. Рекеровочки делать. Ха-ха-ха. Есть уже опыт, блядь. Соседа-игрока. Ха-ха-ха. Шестер. Такое чувство, как будто там вот были как раз-таки вот эти вот люди, которые, да, сейчас притихли, у них незавершенные игры. Им нужно это завершить. Угу. Потому что, да, на президент он пришел, как будто для них немножко не вовремя. И происходят какие-то такие странные вещи. Угу. Ну, возможно импичмент сейчас, возможно, да. То есть его отстраняют? Ну, вот, по крайней мере, знаешь, когда вот эту ситуацию рассматриваешь, оно не вызывает отторжения. То есть этот вариант реален. То есть нет такого сопротивления. А очень даже приятное ощущение. А просто его отправить там на три года, на три месяца, на каникулы, а через три месяца он возвращается, например, такой. Возможно ли? Типа отстранить. Ну, как президент отстранительства руководства. Это да. Страна без головы. Если только в больничку положить. Нет, подожди, сейчас. Ну, вот такое чувство, как будто вот этот вот заместитель, оно примерно такое, что-то и будет. Угу. Вот. Я его в Альпах вижу, катающихся на лыжах, все нормально. То есть заместитель какое-то время побудет, даст той правящей верхушке завершить свои дела? Да. Да, и потом, хочется, что вернут потом, ну, вернут обратно. Такого плана. Как будто это, да, это небольшой, не очень большой будет срок, но он даст возможность завершать. А скажи, пожалуйста, ну, он может тогда официально в отпуск уехать в Альпах, а за это время даст поправить другому человеку. Потом какие-то перемены будут после этого всего. А скажи, пожалуйста, Хиллари Клинтон вообще, есть вариант у нее выйти в президенты? Где-нибудь, Филипп, посмотри, есть ли вариант, чтобы эта женщина была в власти? Если она будет в власти, не знаю, насколько президент, но вот приближенную, чем-то очень длительное время. Длительное? Нет, длительное. Нет, длительное. Совершенно не длительное. Она не справится. В это время где-нибудь война случится? Не знаю, как война, но что-то, что-то будет. С ней связано очень много негатива, который польется потом. Вот с ее именем что-то связано такое негативное. Ну вот у меня тоже в подсознании, когда я на нее концентрирую внимание, тут же вылетает, что кровопролитие какое-то. Ну что-то будет, очень поэтому недолго. Если, ну, не знаю, как у власти, насколько, куда или. Хочется сказать, как будто она вот и ой будет, но вот что-то близко, по крайней мере, туда. Да, ну, она в это время, возможно, власть что-то в свои руки возьмет. Частично. Нехорошая. Ладно, давай вернемся к Абаме. Как там наша мама поживает сейчас, после того, как он уже не президент? Как его состояние? Просто прочувствуй эмпотина. Настройся опять нам портрет и сними информацию, видите, здесь и сейчас. Знаешь, там вот с одной стороны ему нужно движок какого-то, ну, ему его хватает, в принципе, он чем-то занимается, политикой он участвует. Но при этом у него какое-то и облегчение, что ли, то есть ему нужно, вот, время было на отдых, как бы, видимо, слишком сильное напряжение быть президентом такой страны. Ну, такое двоякое какое-то. Но он в политике, он никуда не ушел. Вот хоть у тебя, Наташа, я не хочу в него влазить. Мне прям, ну, не хочется. Я его прочувствую даже нормально. Не могу. Я со стороны просто так стою на него, смотрю. Я не хочу, ну, нет такой, такого ощущения, что он очень высокое положение сейчас занимает. Очень какая-то, что он очень какая-то сейчас значимая фигура, вот, на их арене, да. Такого уже нету. Он как будто вот отыгранный. Ну, он свою роль отыграл, он молодец, он справился. Идем дальше такого плана. Но при этом он будет присутствовать в политике так или иначе. Амбасу? Может быть. Тренировка, у тебя тренировка. Адвокатская такая тренировка. Все. Я выключаю. Вдох, не так будем выходить.